Здравствуйте! В эфире программа «Общее дело». Как снизить отток населения из сельских территорий? Этот вопрос обсуждается уже не первый год во всех уровнях власти. Несмотря на огромные усилия, жители небольших населенных пунктов активно покидают родные места, перебираясь в районные центры и крупные города. Связано это и с отсутствием рабочих мест и маленькими зарплатами. Самым же главным фактором граждане называют недостаточное развитие инфраструктуры и внимания чиновников к сельской местности. На сегодняшний день в состав Великоустюгского района входит три городских и 19 сельских поселений. Сейчас мы все чаще наблюдаем за тем, как вымирает село. Когда-то процветающее поселение, где еще несколько лет назад количество населения росло, работали школы и детские сады, ныне находятся на грани исчезновения. Нижнеирогодское поселение сегодня здесь проживает 329 человек. На протяжении нескольких лет главной и явной проблемой этого поселения и деревни Ладейка является отсутствие детского сада. Молодые семьи с детьми дошкольного возраста вынуждены покидать родные места. В 2007 году детский сад был закрыт, а причиной тому стала низкая численность посещающих его ребятишек. На тот момент в дошкольное учреждение ходили всего четыре малыша. В дальнейшем потребность в детском саду появилась вновь. Выделены помещения, сделаны уже проекты детской группы. Все, что нам необходимо, все уже есть, задокументировано. Но не хватает только одного финансов. Что же касается школы, то в настоящий момент ее посещают семь человек. Учащихся и их родители педагоги принимают самое активное участие в жизни школы. Так, в прошлом году была облагорожена прилегающая территория, улучшается и внешний облик здания. Я уже 20 лет работаю в этой школе, мне в этой школе нравится работать. Школа замечательная, дети интересные, замечательные, активные, стараются учиться хорошо, принимают активную жизнь, ведут жизнь деревни, выступают на всех праздниках, на всех общественных мероприятиях. Очень любят эту школу и никуда уезжать не хотят. Пару десятилетий назад в поселении активно развивалось и сельское хозяйство. Сейчас же здесь нет действующих фермерских хозяйств. В настоящее время эта сфера деятельности представлена только личными подсобными хозяйствами, доля которых с каждым годом уменьшается. Очень много держат птицы, кроликов, свиней, люди, которые овцеводством занимаются, пчелосемьями занимаются. Несмотря ни на что, жители села стараются двигаться вперед. Показатель тому – действующая пекарня, на которой трудится 10 человек. Ежедневно представительницы прекрасного пола выпекают хлеб, булочки, пряники и пирожки. В жизни на селе есть свои плюсы и минусы, и мы в этом смогли убедиться, пообщавшись с местными жителями. Во-первых, нет работы, которая сейчас же молодежь, работа вся физическая, тяжелая. Нет досуга, такого, которого бы хотелось, наверное, молодежи. Нет детского сада, школа у нас на сегодня. Чего? В школе ведь 7 учеников учится. Поэтому понятно, кто с детьми, они все стараются уехать в город, как-то устроить своих детей, в первую очередь это в школы, в детские сады. Как истинному патриоту своей деревни, мне бы хотелось, чтобы деревня цвела, развивалась, чтобы молодежь не уезжала из деревни, как это сейчас у нас происходит. Я считаю, что главной причиной, конечно, оттока населения из нашей деревни – это закрытие детского сада. В основном это основная причина. Потому что вроде и хотелось бы остаться молодым семьям в своей деревне, например, моим ровесникам, младше меня. То есть есть и рабочие места, и жить есть где, но появляются дети, и с этим появляются трудности. Желание людей жить в комфортных условиях понятно. Всем мы мечтаем о хорошей работе, достойной зарплате и возможности проводить свободное время с пользой и удовольствием. Увы, но не все сельские поселения и провинциальные городки сегодня могут похвастаться хорошими и оборудованными домами культуры, спортивными залами и другими местами для активного отдыха. Однако участие в различных грантах и конкурсах позволяют нашим землякам получать дополнительные денежные средства для оборудования спортивных и детских площадок. Во многих поселениях района сегодня ведется работа по привлечению денежных средств. И один из положительных примеров – Трегубовское сельское поселение. Уже на протяжении нескольких лет здесь наблюдается активное строительство жилых домов. Население, учитывая выгодное географическое положение и небольшую отдаленность от районного центра, выбирает местом для строительства деревню Морозовица, Калинина и Ивашева. Кроме того, Трегубовское поселение вошло в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Так, в 2015 году был построен двухквартирный жилой дом, а в этом году начнется строительство трехквартирного дома. Пять семей получат новые благоустроенные квартиры и смогут жить в комфортных условиях. В связи с этим появляются необходимости создания дополнительных мест для отдыха и занятий спортом. Мы активно участвуем в программах, значит, одна из программ, под программ, можно сказать, федеральная, это устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Значит, по данной программе в 2016 году у нас планируется строительство детской игровой площадки деревни Пеганово и строительство плоскостного сооружения, это спортивное ядро деревни Морозовица. В 2014 году мы разработали проектно-сметную документацию на строительство стадиона, так как действительно численность населения в нашем сельском поселении растет. Очень много молодежи, которые желают заниматься спортом. В зимний период в поселении работает каток. В летнее время жители занимаются футболом и волейболом. Уже сегодня пройден большой путь и в скором времени на территории поселения появится большой современный и удобный стадион. Прошлым летом было начато строительство детской игровой площадки, которая пользуется популярностью у детей и у молодых родителей. Вот мы и на месте. Площадка строилась в рамках государственного частного партнерства, а также администрация поселения участвовала в проекте «Народный бюджет». Денежные средства в размере 160 тысяч рублей были использованы в полном объеме. В планах у руководства поселения продолжение работы в этом направлении и, следовательно, развитие всего поселения в целом. Развитие и движение вперед – это первый показатель хорошей и ответственной совместной работы руководства и жителей села. Перспективно у нас деревня, потому что у нас средняя школа, садик прекрасный, все же у нас тут колхоз гледенский, пока развивается. Так что, я думаю, молодежь здесь остается. В продолжении темы. Накануне областные чиновники обсуждали вопросы развития сельских территорий, которые должны снизить отток населения из региона. В обсуждаемой сейчас стратегии развития отмечено, что сильная территориальная дифференциация должна постепенно изживаться. А для этого необходимо пересмотреть подходы к управлению территориями. В департаменте стратегического развития ведет выход в формировании сильных межрайонных центров, которые могли бы выступить определенным противовесом в Вологде и Череповцу. Прежде всего, это Великий Устюг, Тотьма и Вытиграм. Вложение в развитие сельской местности позволит не только избежать оттока населения из поселков и деревень, но и нарастить количество проживающих на селе Вологжан. При этом ключевым моментом должен стать комплексный подход к освоению территории. Другими словами, необходимо избегать точечной застройки, считают депутаты Законодательного собрания области. Мы прекрасно понимаем, когда появляется многоэтажный дом, на месте маленького дома возникают много проблем. Это и места парковочные, и детские сады, и школы, потому что заезжает много людей и возникает проблема. Также при точной застройке возникают проблемы во время строительства. Нередко было, что в ближайших домах и лопались фундаменты, стены. Таким образом, учитывая мнение каждого участника круглого стола, областные власти ставят перед собой амбициозную задачу. К 2030 году войти в число регионов страны с наименьшим уровнем социальной дифференциации. Учитывая то, как сегодня на местном уровне настроены и чиновники, и сами вологжане, можно надеяться на то, что численность населения в селах будет расти. Пока говорить о достижении желаемых результатов рано. Но планомерная совместная работа в рамках стратегии социального развития обещает дать вологодским селам вторую жизнь.